всем привет друзья мы сегодня две мамочки с нашими детками едем зоопарк будем смотреть зверей сегодня прекрасная погода не жарко не холодно и как раз нет дождя и наш репортаж будет идти с аугсбургского зоопарка пока пока мы тут билетики для взрослых 10 евро было для детей 5 евро один билетик и так выглядит у меня но есть разные конечно разные разные у нас картинки на билетик ах детки ждут не дождутся все заходим зоопарк а я хочу вам рассказать немножечко об истории нашего зоопарка зоопарк города аугсбурга бытл открыт в 1937 году этот зоопарк входит в число 20 самых лучших зоопарков германии вместе всех животных в зоопарке 1200 в год посещают зоопарк города аугсбурга более 600 тысяч человек по площади зоопарк занимает 22 гектара ну и теперь прогулка при входе у зоопарка есть вот такой небольшой магазинчик вы можете здесь купить различные сувениры связанные зоопарком различные здесь зверюшки и фигурки и все остальное вот тут пожалуйста вот змеи тут доминик он змею какой-то нашел здесь вот различные фигуры это вот все фигуры которые находятся в зоопарке ну можно купить на память или для детей здесь очень много детей вот мы кстати сегодня пришли сегодня у нас вторник ну как бы рабочий день но очень много людей а также мы видели на стоянке очень много было автобусов именно таких вот которые привозят группы путешествий да очень много пенсионеров приезжают очень много приезжают туристов с других городов и ну чтобы посетить наш зоопарк погулять посмотреть на животных ну и мы начинаем нашу прогулку ну вот лежит львица сейчас я попытаюсь приблизить вот видите да и и как бы вдалеке там немножечко видно а также вокруг вот посмотрите такой огромный вольер с водой и там вот у них тоже еще вот рядом видите закрытые помещения то есть ну если там дождь или допустим зимой то они конечно же уже находятся у себя в помещении вот посмотрите королевишна какая греется на камешках как раз вышло солнце такая грациозная красавица львица вот посмотрите например общий вольер здесь находятся обезьяны и также здесь вот такой большой волк с ними в общем загоне вот вы видите его но довольно большой такой вольер для обезьян мы подошли вот карте зоопарка вот так это все выглядит вот здесь можно посмотреть в каком вольере какие животные находятся здесь вот такая своеобразная карта также есть естественно здесь и рестораны и кафешки можно перекусить отдохнуть много интересного вы знаете здесь такая большая площадь зоопарка что не только вот интересно как бы смотреть зверей здесь просто когда хорошая погода лето просто комфортно гулять вот например люди если берут с собой детей идут вот например семьями гуляют они просто гуляют здесь вот весь день потому что ну и детям интересно и прогулка интересная день можно интересно провести а также рядом зоопарком у нас находится ботанический сад города ауксбурга но сегодня я не знаю получится ли у нас посетить ботанический сад ну по зоопарку так как вы видите мужу гуляем а также вот смотрите здесь такие указатели находятся да вот и можно посмотреть в какую сторону идти если вы хотите вот например посмотреть что вот здесь вот тигры львы потом вот лама нарисована да допустим вот в другую сторону здесь вот морские котики птицы пингвины допустим да ну то есть можно выбрать для себя как бы направление каких именно зверей вы хотите посмотреть посмотрите мы подошли к вольеру с тиграми и он как раз тут вот на улице сидит отдыхает сейчас я попытаюсь приблизить посмотрите какой он величественный красавец а вот здесь вот такой фонтанчик у него вот такой вот водяной вот здесь вот видите вот вода вокруг да чтобы они не могли перепрыгнуть как бы но он очень красивый очень красивый такой прям сидит красавец отдыхает греется носу и даже головой не повернет как как статуя а вот посмотрите мы подошли вот такой закрытой вольер сеткой и здесь вот различные птицы находятся значит вот 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 такое вот что-то смотрите здесь вот эти все птицы да вот доминик сделал даже фотографию вот здесь все эти птички сидят посмотрите вот они розовые красные яркие такие прям даже не сказал что они красные они прям ярко оранжевые посмотрите такие интересные смотрите птички с плоским клювом для ловли рыбы мы так думаем стане мы тут посоветовались там конечно все написано но это все читать надо некогда детвора у нас бегает убегает все время и мы должны быстро-быстро за ними поспевать а здесь находятся вот такие вот птицы а вон наверху они гнездо свели и вот там вот на солнышке греются а теперь мы подошли к большому вольеру с морскими котиками ну вот их плохо видно я сейчас подойду поближе как раз они там прыгают купаются в воде я вам хочу пока вот немножечко видно сейчас посмотрите как здорово он тут примостился он нам показывает представление для деток тут как раз пришли детки из садика тоже в зоопарк и он им показывает представление майнкт и контакты как классно прям позирует на камеру а сейчас вот мы зашли в такое помещение детвора вот вы знаете за ними не успеешь они бегут быстрее нас хотелось бы все показать и здесь вот такое ну закрытое помещение где показано вот какие животные здесь есть какие животные именно откладывают яйца это розовые фламинги это совушки здесь какая-то разновидность уточки и страусы и также показано для сравнения вот допустим какой величины страусиное яйцо какой вот величины яйцо например у фламинго у розового и у совушки вот так я иду быстренько дальше потому что за детьми не успеваю посмотрите какие жикарные попугаи сидят вот это красавцы вот это красавцы посмотрите здесь такой интересный аттракцион собираются маленькие детки бросают монетки вот с этих фигурок бросай доминик вот такая монетка бросай 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 ничего страшного бросай пусть будут 2 и они начинают крутиться начинают вот здесь крутится и потом запрыгивают в самую-самую середину посмотрите мы подошли к вольеру и какая здесь смешная птичка она какая-то вот такая вся нахлобученная вот такая с хохолочком надутая какая-то сидит но главное не убегает и это птичка из азии посмотрите мы подошли к такому вольеру вот эти птички они обитают в африке и у них вот такие вот интересные очень гнездышки они вьют посмотрите в виде таких мешочков и вот птички сами они такие маленькие ну я не знаю канарейки наверное не знаю них толстый клювик оранжевый а сами птички такого непонятно древесно-бежевого цвета здесь тоже из африки птички которые или которые обитают в африке вот похоже на цаплю такие серенькие стоят на одной ноге и не убегают стоят на нас смотрят вот доминик сделал такую вот красивую фотографию какая интересная птичка посмотрите она вот тут вот прям рядышком прыгает смотрите кажется как будто это плесень но это на самом деле жабы они спрятались на стене и они по цвету вот этой как бы ну я не знаю как бы это что это плесень и плесень вот они эти жабы эти жабы они во вьетнаме в северном вьетнаме обитают вот здесь про них написано видите как они выглядят и вот они как раз на стене и их практически не видно мы подошли долго смотрели а вот таня потом увидела что это оказывается вот эти жабы какие-то страны посмотрите а тут соседнем вольере спрятался хамелеон мы его вот еле увидели он то точно как веточка тут это саранча малазийская саранча вот так вот они тут прямо стелись в общем у детей сегодня впечатление я не знаю они они кричат они они и езжат и и фотографируют и снимают но в общем такое ощущение что наши детки никогда не видели никаких зверей в жизни им очень интересно им очень интересно они очень рады и довольны они в компании ну конечно конечно сейчас у нас легкий перекус и мы отправляемся смотрите пожалуйста мы подошли к такому интересному вольеру он полностью весь закрыт сеткой вот такие сделаны металлические приспособления и полностью до самого верха это все закрыто сеткой вольер могут заходить люди а также чтобы птички не вылетели здесь сделана вот такая металлическая цепь и вот эти птички они прямо здесь везде гуляют и можно подходить близко к ним и можно их снимать как я понимаю это все вот разновидности птицы утки все остальное что именно в этом вольере вот как раз что вы сейчас наблюдаете как то я снимаю их на камеры и вот я смотрите я очень рядом с птичкой стою и она тут вот тоже рядышком стоит и совсем не убегает меня не боится и что самое интересное посмотри какой у нее клювик очень очень длинный и немножко такой кверху загнутый но все вот теперь она начала немножечко нервничать вот с таким длинным загнутым клювом да видно вот здесь также вот такие вот уточки красивые селезни я так понимаю вон там очень красивая такая утка сейчас была с красным клювом плохо видно вот видите ну в общем так интересно мы гуляем здесь и они тут же гуляют рядом с нами посмотрите пожалуйста вот такой еще вольер тоже вот с котиками но они правда такие здесь вот здесь такая информационная доска вот здесь написано что это разновидность тюленей которые вот ну проживают в таких холодных местах нашей планеты а также помещение общественного туалета в зоопарке а детвора гуляет бегать вот на самой верхушке айс сидит очень плохо видно конечно вот мы подошли к такому интересному месту где очень много розовых фламинго посмотрите вон их сколько и там они все ищут себе рыбок что-то на пропитание и вот так отдыхают но вы знаете кажется на самом деле что они белые они прям не совсем розовый у них только хвостики розовые и клювы а больше как бы сильно розового я ничего не вижу а также на территории зоопарка есть вот такие автоматы где можно купить за 50 центов корм вот особенно это для детей кто ходит с детьми гулять с детками и потом можно покормить вот так вот уточек здесь вот журавль мы увидели журавля вообще вы обратили внимание вот здесь вот в зоопарке сохранена вот дикая природа именно для животных вот в том виде в котором она есть то есть вольеры они конечно там все ограждены это понятно но на самом деле вот стараются хозяева зоопарка до следить именно и сохранить для животных именно вот ту природу именно той среды в которой они на самом деле обитают ну то есть насколько это возможно конечно да то здесь вот огромный вольер для вот этих журавлей все огорожено но в то же время здесь вот и водоем для них их деревья и все 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 как на самом деле вот он вот он красавец посмотрите какой красавец вот он вот тут вот гуляет вот так все спрятался нет появился вот он здесь ну чтобы его прям поснимали они тут все позируют посмотрите красавец какой он очень красивый да домини посмотри какой красавец а здесь посмотрите стоят буйволы и вот один вот так пристроился посмотрите как он пьет интересно воду вот так вот вот вольер со страусами вот мы увидели одного а вон кенгуру посмотрите посмотрите маленький кенгуреночек вот от животик чешет свой они там все на солнышке греются лежат а мы ждали ну когда же они наконец-то встанут чтобы для вас поснимать чтобы их увидеть нормально посмотрите черный лебедь посмотрите как красиво вот он плывет грациозный такой красавчик на это вот мы подошли к такому водоему где вот здесь разновидности у так всяких селезни здесь вот как я уже вам показала черный красавец лебедь а также вот цапли там в далеке вот там они прогуливаются извините там на заднем плане крики детей но они таких эмоциях как будто никогда не видели зверей нет ну как у морских котиков до их как бы тут не увидишь медведей здесь львы да и детям конечно очень интересно они все-таки на эмоциях сейчас мы подошли к такому вольеру интересному но я думаю здесь должны быть какие-то горные козлы они же всегда по горам вот так вот лазит сейчас я посмотрю здесь какая-то информация до альпийский горный козел вот вот так он выглядит вот с такими огроменными рогами ну он конечно где-то здесь ну видать он а ну они в теньке все спрятались вон они там вдалеке я не знаю наверно камера даже не приблизит это так вот они там самом-самом вон далеке сидят вот немножечко видно рожки улеглись но в основном и вот там вот вдалеке вот с огромными рогами вот как раз вот горный альпийский козел сидит но они отдыхают так как солнечно и видимо не хотят они тут прыгать и скакать по этой горе вот на самый верх вот лежат отдыхают вот пожалуйста вот так вот спят здесь а вот так же на территории зоопарка вот такая детская площадка ну конечно же наши детки побежали сразу играться прыгать скакать ну давайте смотрите на площадке что тут есть ну-ка посмотрите здесь целое семейство пеликанов и они такие странные вот такие розовенькие пеликаны потом вот там вот серенький пеликан а называется кудрявый вот таня мне сказала ну да у него там три кучеряшки на голове кудрявый пеликанчик а вот эти прямо не такие персик нежно-нежно персикового цвета и вот там вот целое семейство примастилась просто красота как вот так вот так вот так огромный клювы еще переговариваются тут они между собой ругаются вот такой размах крыльев огромный а там вот другие сидят смотрится а вот посмотрите совушка сидит но в общем она одна тут стоит как памятник да а развернулась развернулась крутит немножко головой наблюдает за нами посмотрите кого мы нашли вот они такие смешные играются лазают яму роют здесь где-то в песке они гляньте замер лежит отдыхает греется на солнышке все у него кончилась батарейка зарядка села все лежит отдыхает куча мало называется гляньте к здесь такие большие красивые фигуры как раз для детей вот они наигрались на площадке теперь лазят по этим двум огромным фигурам это лев и вот львица им весело главное детям весело вот мы сегодня ради детей пошли в зоопарк и вот они по моему довольны больше всех и весело им интересно бегают резвятся а вот зебры вон они там прячутся от жары под навесом а теперь вопрос скажите зебра это белая в черную полоску или черная белую полоску шутка зебра это зебра она белую и в черную полоску а вот там вот вдалеке носороги есть вот такая подзорная труба на территории зоопарка дети конечно же теперь не могут поделить эту подзорную трубу вот здесь такая игра для детей платишь 2 ура здесь такое колесико крути доминик ух ты сейчас мы посмотрим что выиграл доминик так где остановилась у нас стрелочка обезьянка и доминик получает в подарок магнитик бери бери магнитик обезьянки бери магнитик а две монетки нужно тете дать подожди ой нет это не в доме ник битт ладно бери что хочешь все взял взял теперь он выбрал такую игрушку теперь он будет тарахтеть все это время но вы понимаете что все все теперь покоя не будет с этой тарахтушкой у нас доминик дай я поближе сниму покажи что это так это такой барабанчик да это маленький барабанчик вот эти вот маленькие штучки они бьются барабанчик да да сюда с одной стороны и с другой стороны да и получается такой звук да вот так вот все пожалуйста игрушка вот смотрите мы подошли к вольеру где слоны вот там вот слоны хоть и жарко но они почему-то не хотят купаться они почему-то обсыпаются песком там стоят по жаре вот здесь например информация здесь все четко показано какая разновидность есть слонов есть африканские слоны есть индийские слоны или еще они называются азиатские слоны и различить их можно только по размеру вот ушей как вы видите да то есть у африканского слона у него также есть бивни и у него большие уши у азиатского или индийского слона тоже есть бивни но они ровные не загнутые и уши у него маленькие а вот вольера и шимпанзе здесь а тут прыгала нам здесь и вот запрыгнула на ветку нет на ку-ку не реагирует вот выпрямился как раз вот видите красавцы какие мы гуляем продолжаем нашу прогулку все довольны все в прекрасном настроении и сейчас мы хотим купить для наших деток мороженое а также вот мы идем по пути покупки мороженого и здесь также можно перекусить кто устал например с детками или просто хочет отдохнуть выпить прохладительные напитки что-то покушать пожалуйста такой сервис тоже есть ну и так же мы не забываем о братьях наших малых и вот здесь стоит вот такая поилка для собачек которая всегда должна быть наполнена чистой водой а вот посмотрите если детки не хотят ходить или устали можно взять от зоопарка вот такую тележечку и катать ребенка а также продолжать смотреть и гулять по зоопарку а наши детки кушают очень вкусное мороженое это у нас что и это и это у нас арбуз а у алисы милка а у саши тоже арбузик и танечка купила все довольны у всех хорошее настроение ура конечно сейчас очень жарко и все звери прячутся в теньке очень сложно снять так как смотрите эти животные в общем альпаки они темненькие и вот там вот стена тоже темно они практически сливаются но все равно вот вы видите немножечко вот я вам пытаюсь их показать а тут вот прям птичка так вот прям раз и увалилась тут на солнышке лежит загорает отдыхает и еще одно вот они там травку жуют лежат бегают прыгают отдыхают такие пушистенькие это самая такая но считается хорошая качественная пряжа альпака очень теплая если вот таня мне сказала если шерсть собрана со стриженой альпаки она колючая а если шерстка собрана ну с молодой и не стрижена а именно вот вычесанная шерстка то она тогда нежная и не колется а вот беленькая альпака она подстрижена ведь она такая лысенька вот ее подстригли чтобы ей было не жарко остальные правда не стрижен вот хочу вам показать посмотрите на многих очень пеньках прикреплены вот такие щетки вот видите вот там на дальнем пеньке тоже красная щеточка прикреплена это сделано специально для животных чтобы они могли подходить к этой щетки и чесаться мы подошли к стеклянному вольеру вообще-то здесь была гиена гуляла гуля а вот она ходила теперь спряталась теперь дальше ходит посмотрите какая она страшная ужасная какая она злая прям здесь такая вот она бегает здесь вот она что-то взад-вперед как нервничает а вот здесь во всей своей красе посмотрите пожалуйста разлегся царь зверей это лев главное выбрал такое местечко на солнышке и греется себе носу не обращает на нас никакого внимания не реагирует посмотрите пожалуйста какая большая площадка мы подошли еще к одной детской площадке их тут несколько и вот здесь на этой детской площадке вот такая высокая горка но и детки конечно захотели прокатиться с горки вот как весело всем а по это самая большая площадка на территории зоопарка играют дети прыгают здесь можно и лазить по канатной дорожке забираться вот сюда вот наверх а родители спокойно сидят пьют прохладительные напитки ждут деток вообще в зоопарке все сделано очень комфортно мы очень довольны хоть и прогуляли здесь мы полдня но мы вы знаете совершенно не устали у всех хорошее настроение и мы продолжаем наш день и вот мы снова в самом начале зоопарка мы вернулись прошли весь зоопарк все сняли все посмотрели отдохнули покушали мороженое детки поигрались на детской игровой площадке и сейчас мы идем домой мы проголодались обязательно пообедаем в зоопарке мы были чуть более двух часов некоторые вольеры были пустые например мы не видели медведей как-то он видимо спрятался жирафа мы не видели к сожалению тоже но зато всех остальных животных я показала вам сняла и думаю что вам это понравилось и было интересно до новых встреч друзья пока пока наша прогулка по зоопарку закончилась мы направляемся домой дети наигрались на ели с мороженого насмотрели зверей дети вам понравилось алис а сейчас мы придем домой будем обедать и что потом будем делать клубнику собирать ура а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok